МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Расскажем, как и почему бывший сожитель женщины пытался убить ее и ее спящего сына. Когда я вышла из комнаты, он уже говорит, все, тебя больше некому защищать. Его сына больше нет. Дело дошло до суда. А также заявление об изнасиловании малознакомым мужчиной и наезд на девушку на пешеходном переходе. Я больше не собираюсь в корыте. Это и не только. Прямо сейчас. Сегодня Новосавиновский суд Казани арестовал 22-летнего Бахрам Джона Мамаджонова. Молодого человека подозревают в убийстве 26-летней девушки. Трагедия произошла накануне. Тело погибшей в квартире одного из домов на улице Бондаренко в Казани обнаружили соседи. Подозреваемого выследили с помощью камер видеонаблюдения. Тревогу забил сосед убитой девушки. Он ранним утром вышел на лестничную клетку и увидел, что дверь в ее квартиру открыта, а внутри лежит окровавленное тело. Позже эксперты установили, причиной смерти стали два ножевых ранения в шею. Подозреваемого выследили с помощью камер наружного видеонаблюдения. Сдержали молодого человека через несколько часов. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса, возбуждено 16 марта 2023 года. По рассказам соседей, погибшая снимала квартиру вместе с подругой. В эту ночь ее не было дома. По предварительным данным, 26-летняя девушка познакомилась с подозреваемым в интернете. После короткого общения договорились встретиться. 22-летний молодой человек приехал к ней домой. Там и вспыхнул конфликт. О причинах он не рассказал, но в суде во время избрания меры пресечения полностью признал. Свою вину. По его протоколу допроса полагинировал ботину территории Российской Федерации. Его участники совершают данные, что они подтверждают показания свидетелями. Свидетели его собственными показаниями, так как ходит допрос в качестве подозреваемого вине, ему вину полностью признал. Следствие просило суд заключить обвиняемого под стражу. Судья с арестом согласился. Избрать в отношении Мамаджона, Бахрам Джона, Акрам Джона, Гли. 6 октября 2000 года рождения меры пресечения. Вид заключения под стражу. Сроком на один месяц. 29 суток. За это время следователям предстоит выяснить, что именно произошло в квартире и мотивы жестокого убийства. Рамиль Шайдулин, офисами Нязова, Анаиль Абдулин. Вызов 112. 59-летняя женщина заявила сегодня утром об изнасиловании мужчины вдвое моложе ее, с которым только что познакомилась. Все произошло у нее дома. К моменту прибытия из стражи порядка насильник по ее словам скрылся, но приметы его она запомнила и передала их стражам порядка. Ну бывает она выпивает. Ну бывает не пьет долго, вот не пила. Я его сколько увидел. А вот сейчас смотрю уже опять поддаты. Хоть они и в разводе, но мужчина все равно переживал, увидев возле подъезда бывшей супруги полицейских. Рассказал, что верностью женщина не отличалась. Их представления о совместной жизни сильно разнились. Поэтому и разошлись 8 лет назад. Она аборт сделала от меня. Мы с ней разошлись. Она изменяла сколько раз мне. Я поэтому разбежался с ней. Стражам порядка потерпевшая заявила, что в этот раз ни о какой взаимности речи не было. Мужчину, на вид ему 30-35 лет, увидел впервые только этим утром. По рассказам очевидцев, мужчина ночевал в третьем подъезде на лестничной площадке этого же дома. Ран утром он вышел на улицу и здесь, возле четвертого подъезда, встретил 59-летнюю женщину. Она шла выбрасывать мусор. Они разговаривали, и после чего женщина пригласила его в гости. Знакомство началось с распития алкоголя. Затем, рассказала она стражам порядка, мужчина на нее напал, изнасиловал и убежал. Приметы были скудные. Бриты наголо и с какой-то эмблемой на куртке. Пострадавшую доставили в отдел полиции, а приметы мужчины передали всем экипажам. Подозреваемого сейчас ищут. На вся меня зовут Аиль Абдулин. Вызов 112. В московском суде Казани стартовало рассмотрение уголовного дела о покушении на убийство двух человек. Женщины и ее 26-летнего сына. Содеянным сознался 46-летний Радик Абдулин. По версии следствия, 4 месяца назад в квартире потерпевшей на улице Гудаванцева он ранил свою бывшую сожительницу в руку и ногу. А ее 26-летнему спящему сыну вонзил нож в грудную клетку. Вероника Гайнудинова спросила, за что. Я уже спать собиралась. Он вышел, я думала, он пошел одеваться. И уже когда я вышла из комнаты, он уже говорит, все, тебя больше некому защищать. Твоего сына больше нет. Без слез в тот день Наталья Кузнецова вспомнить не может. Она рассказала, что бывший сожитель пришел к ней в гости, стал распивать спиртные напитки с ее 26-летним сыном. Молодой человек пошел спать. Хозяйка тоже собиралась ложиться. И сказала мужчине, чтобы тот уходил. Но покидать квартиру он, видимо, не хотел. Согласно материалам дела. Подсудимый схватился за нож и ударил спящего парня в грудную клетку. После этого вышел на кухню и сказал женщине, что ее больше некому защищать. В ходе конфликта женщина получила удары ножом в руку и ногу. Испугавшись, она стала стучать по стене, надеясь разбудить соседку. Он думал, что сейчас она придет. И он успокоился после этого. Он сразу ушел на кухню. И в этот момент я успела выбежать. Не достучавшись до нее через стенку, она выскочила на лестничную клетку и стала стучать в дверь. В подъезде осталась служа ее крови. Она постучала и сказала, что нас убивают. И вы не испугались? Нет. Сразу пошел. А как вел себя нынешний подсудимый тогда? Уже агрессивный или как? Когда я зашла, он уже не был настолько агрессивным, потому что он, в принципе, меня и боится. Соседка позвонила по единому номеру вызова экстренных служб. Приехали медики и полиция. Нападавший спокойно сидел на кухне, а состояние раненого парня было уже критическим. Привели его в чувство в карете скорой помощи. Как рассказала его мама, спустя 4 месяца он все еще не реабилитировался. Рука не действующая у него полностью. Легко пробита была. Сейчас опять целую кучу анализов сдавать. Все платно. Подсудимый свою вину признает, но подробно рассказывать, почему пошел на такой шаг, не стал. У нас вообще случайно все произошло. А вы вообще помните, как все это происходило? Частично. То есть вы в состоянии алкогольного опьянения были, как насколько я понимаю? Да. Максимальное наказание за это преступление происходит в виде 15 лет лишения свободы. Учитывая, что это покушение на убийство двух лиц, то максимальное наказание может не превышать 15 лет и пожизненное лишение свободы не назначается. Сегодня в суде допросили потерпевшую и свидетелей. На процесс не явился сын потерпевший. Его планируют допросить на следующем заседании. Вероника Гайнаудинова, Новиса Минязова, Найля Абдулин. Вызов 112. 60-летняя женщина, по предварительным данным, получила перелом обоих голени. После наезда на нее автомобиля Киэрион на перекрестке улиц Шуртыгина и Патриса Лумумбы. Она переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Зеленый горел и автомобилисту, но при совершении маневра он должен был пропустить пешехода, но этого не сделал. Пострадавшую госпитализировали. Степень вины и ответственность 25-летнего водителя будут определяться на разборе в автоинспекции. 19-летняя девушка пострадала в результате наезда на нее Лады 14-й модели на улице Губкина. Она переходила дорогу по пешеходному переходу. Светофором он не оборудован, и водители обязаны пропускать людей. Большинство автомобилистов так и сделали. 50-летний водитель Лады, как предполагают очевидцы, растерялся на сложном пересечении трех дорог и не заметил девушку. Как признался сам водитель, за рулем он около четырех месяцев. Больше садится за руль, желания у него нет. Я больше не сел за корыто. 50-летний водитель признался, девушку он просто не заметил. Специально сбивать никого не хотел. Вероятно, сказался и небольшой водительский стаж. За рулем он около четырех месяцев. Он тут остановился, получается. Мы поехали, он остановился, стоит, как будто им уступает дорогу. Потом мы поехали здесь, девушке уступили дорогу. А он, получается, рванул, в это место рванул, и уже девушка не успела остановиться. Он имел на корону, он свидетелей, он все рассыпался. Пакет разорвался. Мне кажется, запылся просто, прикрепился, и все. А сюда уже, уже внимания, уже не хватило. То есть он уже говорит, там, то, что был светофор светит, я говорю, здесь нет светофора. Вроде, говорит, лучше желтый-желтый, и, говорит, свешнись светофором. Скорую помощь для пострадавшей девушки вызвал сам водитель Лады. Рассказывают, она очень сильно плакала. Что-то мне у нее, ну, повреждено. Она ехала на ногу. Ну, я сразу остановился. У него вот пакет рассыпался просто. Ну, не сильно уж ударил, все равно жалко, что... Местные жители этот перекресток называют сложным. Считать, что светофор в этом месте просто необходим. Движение тут плотное, машины едут с двух сторон. Много и пешеходов, причем с детьми. Тут у нас школа, тут у нас детские сады. Вот там внутри детский сад, там внутри школы. До кареты скорой помощи водитель Лады нес сбитую девушку на руках. Идти сама она не могла. Медики госпитализировали ее в больницу. Там ей оказали первую помощь и отпустили на дальнейшее амбулаторное лечение. Какую ответственность понесет водитель Лады, будут определять на разборе в автоинспекции. Лина Зинатольевна, Константин Бушуев, Вызов 112. Это все, о чем успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильной. 8 98 69 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Альвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.